Начиная свое фермерское дело вы должны осознавать все опасности подводной камни в первую очередь человек должен подумать как себя безопасить для этого нам дана думающая голова и что делать в случае если что-то произойдет чем мазать себя и куда и как транспортировать себя причем это не одноразовое раздумья будет а каждый день делать что-то мы должны продумать что и как если вдруг короче вы меня поняли итак для работы на ферме вам понадобится хорошая обувь перчатки разных видов и фасонов вам понадобится аптечка на готове в доступном для вас месте при любых обстоятельствах в том числе вам понадобится аптечка со всем необходимым и для вашего вида животных самые необходимые первые лекарства антибиотики обезболивающие обеззараживающие средства и так далее опять же перчатки которые вы будете одевать и стоять все это должно отдельно от вашей аптечки чтобы в момент паники не перепутать для верховой езды или других подобных опасных занятий вам понадобится шлем правильные сапоги опять же перчатки иногда уместные на коленики и на локотники вы должны снимать с себя все что может оставить вас без глаз без пальцев либо без головы это всякие очки кольца браслеты и прочая мишура которая может зацепиться за что-либо ваша одежда должна быть пригодной для верховой езды так же как и обувь какие еще опасности вас могут ожидать на ферме змеи например всякие насекомые оси шмели комары блохи вы должны принять все меры и по их удалению хотя это невозможно явно эти насекомые адаптируются к химикатам вы должны продумать как себя вести в случае если внезапно встретитесь со змеей их любимые места кладовки и с фуражом либо летом под бочку с водой залезут где влага там прячутся значит каждый раз заходя в кладовку или опрокидывая бочку вы должны помнить о мышах змейках осах и так далее я не запугиваю я предупреждаю далее вы должны обезопасить и ваших животных и гостей левады денеки ведра должно быть все это безопасным кормушки двери нельзя оставлять лошадь одетую кавычках в седло не до уздок не при каких обстоятельствах например ваша лошадь плохо ловится и вы хотите оставить ее в недоустке ночью когда никого не было у лошади что-то зачесалось под недоустком она потерлась головой обо что-то недоусток зацепился за липочку за какой-то выступ небольшой крючок лошадь в панике погибла что лучше чтобы у нее были все шансы погибнуть или все же немного поработать настойчиво чтобы она в руки давалась а железным правилам должно стать что свободная лошадь должна оставаться без присмотра только абсолютно голой каждый шаг на природе связан с опасностью чтобы в полной мере наслаждаться природой чтобы ничего не омрачала и не портила нашего пребывания там нужно быть готовым ко всему что касается друзей детей и прочих гостей на ферме прежде всего вы должны осведомить их о том что им предстоит общаться с животными что все совсем не так как в кино все опасности связанные с этим описать должны как может укусить как лигнуть или клюнуть плюнуть поцарапать помните что вашему животному может не понравится ваш друг или она прерывнует к ребенку и его поведение может стать неожиданным за детей ответственность лежит на нас а за взрослых после краткого объяснения ответственность за их шкуру и целость лежит на них самих если у вас на территории есть осы вы обязательно должны осведомиться нет ли у кого аллергии и предупредить быть осторожным своих друзей если вы катаете друзей на лошадь вы должны обеспечить всем необходимым безопасное седло шлем обувь если понадобится и предупредить что то что человек лезет на лошадь это его ответственность его выбор и в случае чего вы не виноваты если он как мешок с картошкой спикирует вниз головой под копыта лошади животные это животные даже самое супер выдрессированное животное не знаешь какой арбуз может выкатить а я вам желаю всем здоровья благополучия берегите себя своих детей и животных друзей тоже кстати лайк и репост приветствуются подписка колокольчик еще лучше до новых встреч